Разруха не в туалетах, а в головах. А точнее, в отсутствии какой бы то ни было бытовой культуры. Мы неоднократно рассказывали о стихийной свалке, которая вырастает во дворах между 74 и 76 домами на проспекте текстильщиков. Раньше здесь был контейнер, теперь его нет. А привычка выбрасывать отходы у жителей осталась. Получается не мышечная память, а мусорная. Мэрия регулярно убирает завалы. Последний раз выезжали пять дней назад, и вот снова гора отходов. Постоянно его осматривают, и по мере необходимости управление благоустройством убирает. Затраты бюджета довольно большие. Как правило, это 14-16 миллионов в год на такие стихийные свалки. Единственный вариант поставить здесь контейнер. Те, что принадлежат магазину, закрыты. До площадки ходить далеко, около 400 метров. Хотя по закону должно быть 100. Плюс переходить дорогу нужно. Кто же будет так заморачиваться, если можно выбросить мешок прямо тут? Вот эта самая площадка, на которую нужно нести мусор. Она пустует. Никто сюда не ходит. Далеко и неудобно. Почему управляющая компания решила поставить ее здесь? Большой вопрос. Данная контейнерная площадка с органами местного самоуправления не согласована в установленном порядке. Как мы видим, размещена через дорогу в месте неудобном для жителей. Именно квартирных домов, которые ее используют. Поэтому данная контейнерная площадка размещена с нарушением и является несанкционированной контейнерной площадкой, которая, опять-таки, повторюсь, не согласована в установленном порядке. С января 2019 изменится порядок, и мэрия будет тщательно следить за расположением контейнерных площадок. Специалисты будут согласовывать их размещение юрлицам. В случае необращения привлекут прокуратуру, проведут проверки. Если УК не будет соблюдать требования, получат штраф на обкатку системы и формирование реестра площадок около трех месяцев. За это время внесут изменения в договоры рекоператора с потребителями. Затем внесут изменения в схему обращения с ТКО региона. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.